МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Телеканал «Тверь» сегодня снова в эфире. И о том, чем живет наш город, расскажу вам я, Елена Глушкова. Здравствуйте. Мы начинаем выпуск со срочного сообщения. По данным Тверской полиции, неизвестный позвонил и сообщил, что в здании автовокзала заложено взрывное устройство. Как сообщает МЧС, на место сразу же выехала оперативная группа – пожарные и кинологи аварийно-спасательной службы. Специалисты оцепили территорию. Отправку автобусов пришлось перенести на привокзальную площадь. При службе областного управления МВД нам рассказали, что ничего подозрительного так и не было обнаружено. А подозреваемый в совершении звонка человек уже задержан. И по предварительной информации, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. К делам духовным все новое – это незаслуженно забытое старое. Церковь Бориса и Глеба в Твери открыла свои двери для прихожан. Во вторник здесь отслужили ритургию – первую после почти векового перерыва. Сюжет Катерины Рыжовой. В день памяти святых Бориса и Глеба в церкви на Краснофлотской набережной вновь зажгли свечи – впервые за последние 95 лет. Престольный праздник храма стал для него и вторым днем рождения. Построенная во второй половине 18 века церковь в советское время была помещением реставрационной мастерской. Чуть больше года назад сотрудники правоохранительных органов обнаружили здесь настоящее нелегальное общежитие для мигрантов. Наконец, не так давно здание вернули епархии. В мае у церкви появился настоятель, и вот пришел день первой службы. Проходит она пока не в основном храме, а в пределе иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», возведенном в 905 году в честь рождения цесаревича Алексея. Пока церковь не действовала, здесь ремонтировали машины, но за полтора месяца отец Вадима и его помощники вновь превратили гараж в церковное помещение. Вернуть первоначальный вид всему зданию будет сложнее, но и это возможно, считает настоятель. Реально сделать, наверное, при одном условии, если здесь будут люди. То есть богатство церкви не в деньгах и не в подарках, а богатство церкви именно в людях. Если люди соберутся общиной, она будет жить, эта церковь, она будет, естественно, реставрироваться. Я, конечно, хотел бы, чтобы прихожан было много, потому что это дом молитвы, это дом общения, и, конечно, если здесь будет множество людей, они могут познакомиться, они могут, даже люди живут на одной площадке, не знают друг друга. Теперь в Борисоглебской церкви регулярно будут проходить литургии. Помощники отца Вадима уверены, что уже через год службу в День памяти страстотерпцев Бориса и Глеба можно будет проводить в основном здании храма. «Будет кровь и рост!» Вышний Волочок на три дня превратился в своеобразную столицу и дикторных средств массовой информации Центральной России. Уже в 16-й раз там проходил фестиваль под названием «Территория хороших новостей». 16-й фестиваль стал самым масштабным за все годы конкурса. О своем участии в празднике профессионального мастерства заявили свыше 200 представителей 46 муниципальных и региональных телерадиокомпаний из Тверской, Владимирской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской и других областей. Слава о территории хороших новостей разошлась уже далеко за пределы нашей области. Встречается искренностью, мне кажется, абсолютно неподдельной какой-то откровенностью и удивительной заинтересованностью самих участников. Журналисты, когда приехали из многих, кстати, областей Центрального федерального округа, не только из Тверской губернии, и вот такой жаждой узнать что-то новое. В этом году журналисты соревновались в номинациях «Лучший репортер», «Лучший оператор», «Стиль канала», «Лучшие радионовости», «Программа новости». Мне многие коллеги завидуют, говорят, что вы там такое делаете, у вас все только одно хорошее. Я говорю, у нас хорошие журналисты, поэтому они могут видеть хорошие новости и подают это хорошие новости. А раз есть хорошие новости, есть и хорошие дела. Приветствую участников фестиваля, глава региона отметил, что территория хороших новостей с года в год доказывает, что журналистская среда растит профессионалов, которые видят свой смысл работы в ежедневных делах для того, чтобы мы и наша жизнь становились лучше. Мы партнеры, потому что моя задача – сделать выбор хороших новостей. Вам будет легче не искать эти новости, а действительно выбирать новости хорошие для того, чтобы тиражировать и для того, чтобы делать позитив. Он необходим. На конкурс фестиваля журналисты и операторы представили свыше 100 работ, но сюда приезжают не только за победой. Самое главное – это атмосфера, когда встречаешься с коллегами из разных регионов, ты делишься с ними впечатлениями, работой. Я понимаю, что на самом деле такие мероприятия, они нужны и важны, именно для того, чтобы создавать хорошие новости. Хорошие новости – это как блюдо в хорошем, дорогом ресторане. Оно должно подаваться горячим, оно должно быть вкусным. Самое главное – это то, что журналисту самому должно быть интересно. Самое главное – на площадке, на съемочной не чувствовать себя посторонним. Ты должна во всем принимать участие, тебе хочется что-либо узнать. И вот самое интересное, что интересно тебе, нужно рассказать об этом зрителю. Высокопрофессиональное жюри неизменно возглавил генеральный директор общественного телевидения России, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Но приехать на территорию хороших новостей он не смог и приветствовал участников фестиваля по видеообращению, приятно отметив серьезный уже возраст ежегодного мероприятия. Одним из главных подарков фестиваля для журналистов семи телекомпаний Тверской области стала возможность повысить свое профессиональное мастерство в магистратуре Тверского госуниверситета на отделении телевизионная журналистика. Обучение для них станет бесплатным. Накануне завершила свою работу последняя смена форума «Селигер-2013». За несколько дней до закрытия форум посетил главный гость – президент России Владимир Путин. На этот раз глава государства прибыл не вертолетом, а на самолете-амфибии. По традиции Владимир Путин посещает «Селигер» ближе к закрытию, чтобы пообщаться с участниками последней смены гражданских форум – активистами политических партий и общественных объединений, студенческих союзов и экологических организаций. Тем для общения хватало, не было и отбоя от желающих задать вопрос или хотя бы сфотографироваться с главой государства. Поговорили о политической жизни страны, проблемах социальной сферы, в частности о безработице и трудоустройстве молодежи, обсудили возрождение казачьей культуры, цензуру в интернете и восстановление в регионах памятников архитектуры федерального значения. Глава государства отметил, что за годы работы форум стал мощной и эффективной площадкой, благодаря которой многие молодежные проекты получили путевку в жизнь. Владимир Путин также поддержал идею сделать «Селигер» круглогодичным. На форуме в тот же день побывал и губернатор Тверской области Андрей Шевелев. Он пообщался с молодыми земляками и оценил разработки тверских участников. Кстати, в этом году свои проекты на «Селигере» представили около 300 ребят из Верхневолжья. Глава региона особенно отметил проект аспиранта Тверской сельхозакадемии Инны Зайцевой инновационную лабораторию по выращиванию кроликов. На самом форуме эта работа уже была удостоена гранта в размере 50 тысяч рублей. Поддержка в рамках благотворительного марафона «Наша победа» продолжает находить своих адресатов. Накануне 12 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в нашем городе, получили необходимую бытовую технику. Среди них председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Борисович Скачков. Жизненный путь Аркадия Борисовича созвучен судьбами всех 210 блокадников, входящих в городскую организацию. Когда началась осада города, ему был всего год. Отца хирурга по профессии с самого начала войны мобилизовали. Остаться в живых в блокаду многим помогало чудо. Так произошло и с семьей Аркадия Борисовича. От голода мать и детей спасли благодарные пациенты отца. Далее была эвакуация в Челябинск, учеба, армия, работа, воспитание детей и внуков. Выйдя на пенсию, Аркадий Борисович занялся общественной деятельностью. Тверская городская организация «Блокадники Ленинграда» была создана в 2007 году для того, чтобы поддерживать друг друга и рассказывать подрастающему поколению о воле к жизни. Подарком грядущему 70-летию полного освобождения Ленинграда от блокады стала помощь, которая нуждающимся блокадникам была и еще будет оказана в рамках марафона «Наша победа». Для Аркадия Скачкова это приобретение на средства акции современного телевизора. Марафон, конечно, штука непростая. То есть надо грамотно собрать деньги, грамотно их раздать. Поэтому здесь задействованы все, я считаю, службы. Это губернатор, власти города. Здесь областные, городские, районные, ветеранские организации очень много участия приняли. Мои женщины-блокадницы, которые районами заведуют. Поэтому, конечно, хочется всем сказать громаднейшее спасибо за то, что нас не забывают. В настоящее время благотворительный марафон продлен до 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Только до августа на специальный счет акции поступило почти 5,5 миллионов рублей, на которые оказана помощь 110 ветеранам. Еще 83 заявления одобрены областным попечительским советом и сейчас находятся в работе. Во второе воскресенье августа все строители страны будут отмечать свой профессиональный праздник. За несколько дней до торжества в Твери состоялась коллегия строителей фабрик и заводов, жилых домов и небоскребов. Цель встречи радостная. В преддверии праздника градостроителям, которые не могут присутствовать на торжестве 7 августа, вручили дипломы и подарки. Награждали, как и полагается, среди коллег по цеху. Один из самых первых в Центральном федеральном округе решить проблему обманутых дольщиков. Я хочу сказать, что это проблема очень здорово у нас, проблему обманутых дольщиков. На коллегии присутствовали и первые лица города и области. О благополучии и развитии города можно судить по количеству кранов, иронично заметил глава Твери. Говорили и о взаимодействии строителей и чиновников. Что важно, вопрос этот поднял депутат областного парламента и заслуженный строитель России Александр Тягунов. Вот хотят больше жилья, мы можем это сделать, строители можем это сделать. Но вы повернитесь к нам, сократите сроки бюрократической волокиты по выделению землянных участков, землянных участков, сократите сроки прохождения бюрократической волокиты, которая сопровождает. И начало строительства, потому что профессионалы, значит, проектировщики есть, строители есть. Сегодня материалы, значит, не испытывает никто, то есть все беды, которые кто постарше, значит, были раньше, они сегодня отсутствуют. Сегодня только зависит все от организаторов строительного производства. Геннадий Ломака поблагодарил всех за развитие отрасли, несмотря на все сложности и последствия кризиса. В нашем городе построено более половины жилья в области, хотя проживает в нем гораздо менее третья. Поэтому за это вам огромное спасибо. Я очень надеюсь, что вы, уважаемые строители, все же найдете силы в себе организоваться в нечто более финансово, так сказать, описанное. Не устаю все-таки советовать создавать кодекс, который сможет конкурировать с точки зрения освоения земель в комплексном смысле с внешними строителями. Торжественная церемония вручения наград состоится во Дворце культуры «Металлист» 7 августа. В минувшие выходные на Тургиновском шоссе было жарко и шумно. На автофестиваль «Компрессия» собрались гонщики и зрители со всего региона. На спринтерские заезды по драк-рейсингу с удовольствием посмотрела и наша съемочная группа. На Тургиновском шоссе выходные 3 и 4 августа царило оживление. Автомобили с ревущими моторами ехали к 33-му километру, где проходило мероприятие под названием «Компрессия». Два дня гонщики и просто любители участвовали в заездах на максимальное ускорение. Для этого была подготовлена трасса с длиной разгона 300 метров. Нужно было выложиться по максимуму за эти несколько секунд, которые длится заезд. А при условии, что ширина всей трассы составляла всего 20 метров, и на ней должны были поместиться две машины и девушка-стартмейкер, то от гонщиков требовалась максимальная концентрация. Кроме заездов на ускорение проходили соревнования по мастерству вождения. Водители демонстрировали многочисленной публике отдельные фигуры из стиля дрифт. А зрителей, вправду, собралось много. Так как соревнования длились два дня, и организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить площадку для палаточного городка, народ пребывал в течение двух суток. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что со соревнованиями проводятся сегодня, точнее, это второй этап, вчера и сегодня, чему они посвящены, как называются? Называется автофестиваль Компрессия. Вчера были заезды любительские, сегодня квалификация. Основной, конечно, на самом деле драйв, куча людей, танцующих, были вчера, но сегодня собрались истинные профессионалы, те люди, которые знают свое дело. Это не просто какие-то безбашенные гонщики, это люди, которые действительно этим живут. Это скоростная трасса или это преодоление каких-то препятствий, полоса? Скоростная трасса, ускорение, максимальное ускорение на 201 метр. Какие машины в основном в таких заездах участвуют? Машины участвуют самые разные, начиная от завода достаточно мощных автомобилей, заканчивая, вот приехали к нам представители Мануал Рейсинг Клаба, у них подготовленная, профессионально подготовленная машина, это старенький Вольцваген, который прокачан настолько, что он ни капли не уступит Субари Импрезе. Чтобы участвовать в этом заезде, нужно специально подготовленный автомобиль уже изначально иметь, хотя бы по каким-то показателям записаться, заполнить анкету или любой желающий ему прийти. Любой желающий может принять участие, но, как правило, в чемпионатах все-таки принимают участие люди, которые действительно что-то могут показать. Тогда мы сегодня желаем участникам побед и драйва. Хорошо, присоединяюсь к вашим пожеланиям. Все действие происходило под ошеломляющий звук в 8 килограмм, так что можно было совместить просмотр заездов и танцы, и, конечно же, призы для самых лучших и увлеченных автолюбителей. 4 августа в Омске праздновали День города. Однако его жителям праздник запомнился не салютом и народными гуляниями, а их землячкой Татьяной Филатовой, которая установила новый рекорд Книги Гиннеса как невеста в самой длинной в мире фате. Омская невеста решила отметить свой главный день в жизни с размахом и на собственную свадьбу явилась в фате весом в 90 килограммов и длиной в 3 километра 686 метров. К слову, предыдущий рекорд свадебной фаты был установлен в Ливане в 2009 году и был короче на 328 метров. Свадебная процессия с каретой молодых и 30 лимузинами с фатой растянулась по набережной города, установив тем самым еще один рекорд Книги Гиннеса – самый длинный свадебный кортеж. Такой нестандартной рекордной свадьбой молодожены решили скрепить свой союз на годы, долгие, как фата невесты. А завершает наш выпуск новостей опрос в рубрике «Перекресток мнений» и очередная актуальная тема, которую осветит моя коллега Екатерина Новак. Социологи из Американского университета штата Мичиган выяснили, сколько денег необходимо человеку для счастья. Оказывается, чтобы достичь полного удовлетворения от жизни, нужно зарабатывать 93 тысячи долларов в год, что составляет 7 750 долларов в месяц или примерно 256 тысяч рублей. А вот наши социологи утверждают, что россиянам для счастья нужно на 40% меньше, сколько же денег для счастья нужно жителям Твери? Скажите, пожалуйста, сколько денег вам нужно для счастья? Ну, каждый месяц 1060, наверное. А вообще, наверное, миллионов 60. А много, много? Ну, если в месяц, то... 50 тысяч. Будет нормально. Будет нормально. Сколько я заработал за свою жизнь, и не работаю, а получаю пенсии, где хватает. В субботу не плачу, не стану, и за квартиру плачу, и... 100 тысяч в месяц зарплаты. Ну, не знаю, на одежду, там, ну, на все. Просто если, ну, иметь зарплату 100 тысяч в месяц, я считаю, что это нормально. Не для меня. Денег много никуда не будет. По мере необходимости. Потому что желания возникают, осуществляются, возникают новые. И в зависимости от этого, наверное, нужно, наверное, не иметь много, а стремиться к чему-то. И для осуществления этого иметь столько денег, сколько тебе нужно в данный момент. Смотря какое счастье хочет. Я так считаю. В зависимости от желания. В зависимости от желания, конечно. Ну, конечно, не могу сказать, на данный момент, какое у меня желание. Может быть, съесть и отдохнуть. Для этого надо немного. А потом, может быть, еще будет больше желания. Так что здесь, знаете, это понятие. Ну, можно быть, счетливым, на самом деле, и без денег. Да, и без сил. А наше счастье деньгами не изменяется. Ну, без денег имеется в виду не совсем без денег, а, то есть, небольшое количество. Для счастья? Для счастья. Не знаю, каждый день тысяч пять. Ну, не в деньгах счастья, я считаю. Да? А в чем? В семье. Наверное, в этом. Мы как-то это в деньгах не меряем. А в чем? Наверное, взаимоотношения. Смотря какие запросы. На какие у вас запросы? Ну, так. Я вам скажу, квартира нужна. Одинога, наверное. Не знаю. Для счастья, честно говоря. Неизмеримо. Мне кажется, сколько бы не было для счастья денег. Так. А в чем она измеряется? Вот оно, счастье. Сколько бы денег ты не потратил на это счастье, ей все равно мало. Сколько денег вам для счастья нужно? Не в деньгах счастья. А в чем? В детях? Не знаю, не могу сказать. Денег всегда мало, сколько бы их не было. Чем больше денег, тем больше проблем. Так что, что бы на жизнь главное хватало? Для счастья? Ну, тысяч сорок пять. В месяц? Да. Сколько денег? Да. Не знаю. Ну, что бы хватало. Ну, тысяч сто, наверное, хватит. Это за какой период времени? Какой, за какой? Месяц? Ну, да. Нет, не месяц, хотя бы два месяца. Скажу себе, сколько денег надо? Нет. Не знаю. Не в деньгах счастья. А в чем? Да, вот в счастье. В чем? Не в деньгах счастье, однако счастье у каждого свое. Для кого-то это любовь, для кого-то вкусный ужин, для кого-то мороженое на сдачу. И вопрос только в том, сколько денег нужно на воплощение в жизнь каждого из них. Как показала практика, лето – это прекрасная пора для узаконивания отношений. Только за последний месяц в Твери вступили в брак более 12 тысяч человек. К слову, развелись в три с половиной раза меньше. А я прощаюсь с вами до завтра. Смотрите наши новости. Будьте в гармонии с собой и окружающими. До встречи. Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях.